А сейчас рассмотрим сложение круглых чисел. Например, найду сумму двух чисел 350 и 430. Эти два числа являются круглыми. Нахождение этой суммы возможно несколькими способами. Рассмотрим первый. Раскладываю оба числа на разрядные единицы. Число 350 имеет три сотни, то есть 300 единиц. Пять десятков, то есть 50 единиц и 0 единиц. Число 430. Четыре сотни, 400 единиц. Три десятка, 30 единиц. Ноль в разряде единиц. Значит, на этом состав числа в виде суммы разрядных единиц закончен. А сейчас, внимание, мы можем отдельно найти сумму сотен, то есть находим сумму по разрядам. 300 прибавить 400. Сложили отдельно сотни. А теперь складываем отдельно десятки. 50 прибавить 30. Ну или 5 десятков прибавить 3 десятка. Что получаем? 300 плюс 400. Или 3 сотни прибавить 4 сотни. 7 сотен, то есть 700 единиц. 5 десятков прибавить 3 десятка, это 8 десятков. Или же, говорят, 80 единиц. Ну а теперь к числу 700 прибавляем число 80, получаем 780. Все вот эти промежуточные действия в моих рассуждениях нужно выполнять устно. Повторим все услышанное. Например, 220 прибавим 830. 2 сотни прибавить 8 сотен, 100 сотен, 1000. 2 десятка прибавить 3 десятка, 5 десятков, то есть 50. 220 прибавить 830 равно 1050. Или число 810 прибавить 120 равно 8 сотен плюс 1 сотня, 9 сотен. 1 десяток плюс 2 десятка, 3 десятка, 0 единиц плюс 0 единиц, записали 0 единиц. Мы повторили наше рассуждение в случае, если мы находим сумму круглых чисел. 2 десятка, 0 единиц плюс 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 0 еди плюс 0 еди